Я бы тоже, может, хотела родиться в другой стране. Разве виноваты люди? Я просто прошу вас выключить телевизор. Люди это делают по указу Путина. Кто худший в российском государстве? Ну, кроме этого, который еще виден. Кроме этого Путина. А можете сказать что-то хорошее о российском народе? Ну, да, у них прекрасная литература. Да. И театр. И искусство. Ну, я люблю их язык тоже. А ты учил русский язык? В школе, может, знаю немного. Не, уже нет. Что ты, кроме матов? Ха-ха, ну, может. Знаете, да, мы были очень связаны с нашей историей. Ну, так сказать, нельзя же на сто процентов говорить о какой-то нации, что она плохая. То же Россия. На данном этапе у них большой процент, который считают, что Украина есть, ну, такой, так сказать, плохой, плохие националистические. Хотя мы уже поняли, у кого вот этого больше. И любой человек, вот, за 50, они на сто процентов уверены, что они правы. И так должно быть. И правильно, что война идет, которую развязали. Ну, ты уже думаешь, больше они, более... Ну, а если говорить об интеллигенции, о таких людях, как Макаревич, Ахиджакова, Пугачева... И я бы никогда не подумал, что... Ну, Ахиджакова, да. Из культуры было много чего. Что мы сейчас понимаем, что за 350 лет было много людей, у которых малая родина. Это Украина. Три худших государства в мире. Корея. Не знаю. Какое бы еще я назвал бы. В Мексике? Ну, там хорошо. Ну, я про картели. Не знаю. Трудно сказать. В какую страну ты бы побоялась поехать? Нет такой страны. То есть и в Корею, и в Россию даже во время войны не побоялась бы? Ну, нет. Ну, круто. Значит, ты храбрая. Наверное, да. Чаще люди это делают по указу Путина. А думаешь, есть кто-то хороший в России? Ну, наверное. Да, точно есть, да. Значит, Россия неплохая страна в целом. Да, конечно. Да, только те, которые воюют с Украиной. Которые воюют. Супер. Российский народ об этом не знает. Что происходит вообще? Эта информация просто блокирует. Люди, которые там живут, думают, что они живут в прекрасной стране. Они уверены, что у них крутой лидер, который заботится о них. Но даже в последних заявлениях Путина он сам сказал, что они первыми напали. То есть они верят и идут за своим предводителем, да? Тут в Польше тоже пытались сделать такую пропаганду. Что вы думаете по поводу того, что сейчас происходит с Россией? Я просто прошу вас выключить телевизор. Включите позитивное мышление, и все будет хорошо. Это происходит из-за правительства или населения России? Правительства скорее. То есть к людям у вас никаких претензий нет? Нет, конечно нет. Не было проблем с обычными россиянами? Не было никаких проблем? Нет. А есть ли какие-то позитивные вещи, которые у вас ассоциируются с Россией? Что у них самое лучшее в мире? Чем Россия выделяется в этом плане? Честно говоря, не знаю вообще. Есть ли у вас негативное отношение к россиянам, к людям, которые из России? Но нет. Нет. Что они, не люди, что ли? Да, зависит от конкретного человека. Если мы говорим о государстве, государство тоже состоит из людей. Если мы говорим о правительстве, я бы сказал так, что такое правительство противоречит моей идеологии. А если людям, какие могут быть к людям претензии? Разве виноваты люди, что в России такой вот вождь? У них выборы были липовые много лет. Они на это влияние никакого не имели. Кого они могли бы выбрать там? Кого они бы не выбрали, все равно был бы Путин. Но ведь так же его поддерживают какие-то люди. Ну, можно попросить выключить камеру ненадолго? Выключил? Ну нет, я же вижу. Какое у вас мнение в отношении России по поводу правительства российского? Плохо. Плохое или очень плохое? Как все, очень плохо. Это касается правительства или так же и людей? Вы, как Полька, может, считаете, что и россияне какие-то не такие? Не думаю, что прям все. Нельзя же это себе говорить. А если о правительстве? Так видите, я очень общительное. Ну, тут одна, например, сказала, что она больше против украинцев, что они, типа, приехали и забирают у них страну. А другая сказала, что она больше всего ненавидит Польшу. Очень разные здесь ответы. Я думал, что в будущем будет все говорить о России. Баба тоже сказала, что не любит Польшу. Да? Да. Да, потому что постоянно уезжают из Польши и в Польшу. Из Польши до Польши уезжают? Да. Окей, спасибо тебе большое. Погнали дальше. Не позорься в интернете. Вот этот пес более сговорчивый. Но он занят пока. Привет. Привет, дружище, послушай. Тут идет разговор на другом уровне. Как читаешь, россияне нормальные люди или нет? Они просто обмануты. Их всегда обманывают? Ну, очень трудно сказать, правда. Мы не знаем всей объективной ситуации, что там творится. Я не знаю, не могу сказать, что все русские плохие. Я не знаю, ну, не сказать, что там все за войну. Я думаю, там много хороших людей, много людей, которые выходят на митинги. Даже тут на митинги выходят люди в центр. И среди них тоже много россиян выступают против. Конечно, много таких русских, которые против. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что они против. Я не знаю, как мы в самом деле, но надеюсь, что это так. Для меня каждый человек по-своему индивидуален и уникален. У каждой страны и города есть свои плюсы и минусы. Ну, и мы должны уметь ценить то, что имеем в стране, и радоваться возможности по-новому видеть эти вещи. Что вы думаете о России, о российском правительстве, о том, что сейчас происходит? Мне бы просто хотелось, чтобы это поскорее закончилось. Чтобы уже закончилась эта война, чтобы и не выиграли, и не проиграли. Просто пусть все закончится. Слишком много людей погибает. И не только с одной стороны, с обеих сторон. Из-за тупой выходки одного правителя это происходит. Это бессмысленно, а это уже должно кончиться. И как можно скорее. А что вы в целом думаете о россиянах? Да нет какого-то особого мнения. Что тут сказать? Люди как люди. Нет у вас какого-то негативного отношения к ним. Нет, зачем? Страна как страна. Что происходило раньше? Но нет никакого негатива к ним. К обычным людям нет никакого. К их правителям может быть. А к простым людям нет. Они такие же люди, как и мы. Они просто делают, что им говорят. Обидно, что такое происходит. Мы тоже это происходили когда-то. В прошлом. А люди там плохие. Ну нет, у Южа воценивают людей грязные пустарства. Это все равно что сказать. Каждый поляк, который поддерживает ПИС, что он дебил. Нельзя так обобщать. Если бы я встретила русского или белоруса. Не знаю, как назвать. Человека из России, Белоруссии. Ну... Я бы не сказала тому, что он, не знаю, придурок или что-то такое. Надо сначала узнать человека, а не оценивать его по месту, где он родился. Я бы тоже, может, хотела родиться в другой стране. Не в Польше. Надеюсь, меня никто за это не возненавидит. Не, конечно, могла бы родиться и в стране похуже. Но то, что это лучший стран для жизни, я бы тоже не сказала. Точно так же, как в Германии было, что все немцы были замотивированы только своей нацией. Но там тоже были люди, которые выступали против фашизма, против войны. Это тоже люди... Антифашистов же, тогда тоже очень много было. Не хотели воевать. Но это очень, очень тяжело. Но в данном этапе мы в тяжелом положении в Европе находимся. Можно задать один вопрос? Нет, спасибо. Короткий, один вопрос. Нет, благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok